Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Спасибо, что заглянули. Сегодня у нас просто обалденный сет. Здесь все с креветкой. И он стоил, кстати, тоже недорого. Я вообще удивлена такого качества. Ну, в общем, здесь у нас запеченные. И какие-то одни должны быть острые. Я надеюсь, что не эти острые, потому что это мои любимые. Вообще, острые роллы я не очень люблю. Приступим. У нас была свежая черешня. Ой, точнее, вишня. И я решила сделать себе такой компот. Правда, не очень получилось. Хотя нет, получилось очень даже ничего. Я сегодня также снимаю для вас влог. У меня сегодня насыщенный достаточно день. Отличное настроение. В понедельник я иду делать себе губы. Поэтому не знаю, смогу ли я в понедельник, вторник снимать для вас видео мукбанки. Как вкусно! Очень вкусно! Это вы говорите, заказывай из разных доставок. Когда из одной и той же заказываешь, вкусно. Здесь все с креветкой. Потому что она такая большая. Я хочу сделать губы. Я уже жду комментарии, как вы начнете мне писать, что не надо, остановись и так далее. В прошлый раз я делала большие губы. В этот раз я хочу сделать совсем 0,5. Совсем чуток. Вот еле заметно, чтобы было. Вот. Больше ничего делать не буду. Только вот губы. Не обращайте внимательно посторонние звуки. Эта соседка сверху пылесосит. Прям слышно. В общем, насчет губ. Губы не будут огромные. Они будут чуть-чуть пухлее, чем они есть сейчас. Лето. Хорошее настроение. Хочется меняться, становиться лучше. Поэтому я думаю, что губы мне не помешают. И давайте немножко поотвечаю на вопросы. Здесь есть очень интересный вопрос касательно расставания. Моя подписчица мне написала огромный просто текст. В инстаграме мы с ней переписывались вчера. Она рассказывала про то, как она рассталась со своим парнем. И просила, чтобы я порассуждала на эту тему на мукбанке. И, возможно, вы тоже в комментариях написали что-то. Какой-то совет. Или свой жизненный опыт. Вот. Что я могу сказать? Если от вас человек ушел, что нужно делать? Ничего. Просто радоваться жизни, жить дальше, становиться лучше, развиваться. Не надо ни по кому убиваться. Не надо ставить вот эти статусы с разными грустными песнями. Не надо звонить, просить, что вернись, пожалуйста. Потому что ты мне нужен. Ни в коем случае в этой жизни, девочки, не надо унижаться. Как бы вы не любили. Какие бы чувства просто не были. Прежде всего, гордость. К сожалению, люди это не ценят. Когда вы со всей душой к человеку, который просто повернулся к вам спиной, то вы не исправите ситуацию. Единственный способ исправить ситуацию, это просто быть счастливой. Счастливой без него. Развиваться. Возможно, в карьерные лестницы как-то подниматься. Возможно, записаться на курсы английского, например. Сначала вам придется делать вид, что вы счастливы без него. Но потом вам настолько понравится это состояние, что вам уже не придется делать вид. Это просто будет ваше обычное состояние. Вы будьте счастливы. К сожалению, когда любят, от вас не уходят. Если от вас ушли, это значит, что ваша ценность была очень низкая. Поэтому ничего предпринимать не надо. Абсолютно. Мы вчера весь вечер переписывали с моей подписчицей. Говорили на абсолютно разные темы. И вот реально, искренне я вам говорю это. Наоборот, надо общаться с другими мужчинами. С мужчинами, которые делают вам комплименты. Радоваться жизни. Ни о чем не задумываться просто. Поднимать себе самооценку. А вообще, когда ты начнешь развиваться, когда ты будешь увлечена просто своими хобби, когда будешь кайфовать от своей жизни, тебе уже в какой-то момент будет все равно на эту ситуацию. И когда девушка успешная, красивая, у нее все замечательно, поверьте мне, вот вам кажется, что вы никому не нужна. В мире, я не знаю сколько, миллиард человек. И по-любому есть тот, который будет вам по душе и который оценит вас по достоинству. Самое главное прекратить ныть. Вы же когда-то жили без этого человека, правильно? Значит, и дальше сможете жить без него. А вообще, я элементарно просто оборачиваюсь вокруг себя. Вокруг меня столько достойных парней. Это не только касательно то есть тех, кто за мной ухаживает и так далее. Нет. Просто, например, у подруги есть парень, у подруги есть брат и так далее. То есть не надо зацикливаться на одном человеке. Я бы не советовала сразу, как только вы расстались, сразу начинать новые отношения. Вот это я не советую. Потому что, как только ты рассталась, твое сердце еще не свободно. И когда у тебя появятся новые отношения, возможно, будет очень достойный парень. У тебя просто не будет возникать к нему никаких чувств. Потому что ты постоянно сравниваешь. Должен пройти период реабилитации. Со временем все мы становимся мудрее, умнее. Я иногда смотрю на девчонок, которых там по 17, по 16 лет. Я пришла к таким выводам уже в свои годы. А я сейчас смотрю, есть такие мудрые девочки, которым и по 17, по 18 лет. Надо быть умнее, надо ценить себя. Очень вкусные роллы. Некоторые девушки реально недооценивают себя. Например, находятся в отношениях с какими-то абьюзерами, альфонсами и так далее. И думают, блин, а кого я найду? А как я найду? А все, ничего не получится. Лучше него нету. Люди сейчас по интернету знакомятся. Я просто в шоке, сколько у нас в Азербайджане девушек выходят замуж, познакомившись через интернет с иностранцами и счастливо живут. Просто столько примеров. Недавно видела, за немца девушка вышла замуж. То есть, мир не заканчивается именно на вашем городе. Это может быть какой-то иностранец. Или, возможно, вокруг вас есть мужчины, которые за вами ухаживают, но вы их недооцениваете. Почему-то многие девушки не умеют быть счастливыми. То есть, за ними ухаживают. Вроде нормальный парень, вроде все. А она нету какой-то не такой. Нет, он мне как-то не нравится. Нет, у меня что-то не зажглось. Вот это неверно. Закончили, например, отношения. Месяца 3-4 будьте просто в гармонии с собой. Для счастья не обязательно иметь прям половинку. И без нее никак. Если девушка не будет ценить прежде всего себя, ее тоже никто ценить не будет. Давайте это не будем забывать. Надо учиться превозносить себя. Подниматься по карьерной лестнице. записаться на танцы, не знаю, на какие-то новые курсы, изучение каких-то языков. У вас будет окружать столько новых людей, что он просто будет не до этого человека. Самый главный и верный способ забыть человека – это просто наполнить свою пустую жизнь какими-то новыми увлечениями. Возможно, это прозвучит банально, но это помогает. Некоторые, например, говорят, что надо ходить на свидания, надо общаться с другими. Но нет, поверьте мне, вы будете каждый раз сравнивать своего нынешнего со своим бывшим. Будете думать, что вот, бывший был намного лучше, а этот какой-то странный, какой-то непонятный и так далее. У вас в голове просто будет каша. Чтобы этого не было, нужно отпустить ситуацию полностью и потом уже со свежей головой вступать в новые отношения. Я поела. Было очень вкусно. Честно, я не могу нажраться, потому что мне сейчас буквально через 15-20 минут идти в спортзал. А в таком вот состоянии, нажравшись, я не могу пойти в спортзал. Поэтому как-то так. Было очень вкусно. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь. Для меня это очень важно. В последнее время так много людей подписываются на мой канал. Это очень приятно. А с вами была Айка. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова